Шри Рамана Махарши. Родился 30 декабря 1879 года, умер 14 апреля 1950 года. Известный индийский философ и мудрец. Создатель философского учения на основе Адвайтовиданте. Его философия самопознания сосредоточена на понятии «я», самоисследовании через задавание себе вопросов «кто я?», «что такое я?» и тому подобное. До тех пор, пока человек не отправится в этот поиск истинного себя, сомнения и неуверенность будут сопутствовать любым его шагам в этой жизни. Величайшее заблуждение человека – думать, что он слабый и дурной от природы. Каждый человек святой и сильный от природы. Слабые и дурные – это его привычки, его желания и мысли, но не он сам. Счастье – это ваша природа. Вы ошибаетесь, когда жаждете счастья. Разве можно искать вовне то, что находится внутри вас самих? Поклонение Богу ради желаемого – есть поклонение желаемому. Стремиться изменить мир, не осознав самого себя, все равно, что пытаться покрыть его кожей, чтобы не пораниться о камне или шипы. Вопрошание о природе себя, пребывающего в оковах, и познание своей истинной сущности – есть освобождение. Невозмутимо примите все, что происходит, ибо наслаждение и страдание – это лишь видоизменения ума, которые не имеют отношения к реальности. Все, что сделано с любовью, с праведной чистотой и миром ума, является добром. Любое действие, окрашенное желанием и выполненное с волнением заполняющим ум, классифицируется как скверное. Не совершайте никакого доброго дела плохими средствами, думая, достаточно если оно приносит хорошие плоды, так как если средства дурны, то даже доброта обернется злом. Прежде чем решать вопросы, касающиеся природы Бога и мира, познайте себя. Вы говорите, что вы грешник. Вы говорите так, потому что думаете так. Что вы знаете о добре и зле, кроме того, что содержится в вашем уме. Когда вы увидите, что все придумывает ум, все исчезнет. Добро исчезнет, зло исчезнет, и вы останетесь тем, кто вы есть. Жить в тишине, значит освободиться от мыслей и пребывать как чистое сознание. Если человек сам спокоен, то для него везде существует только покой. Что такое правильность и неправильность? Не существует мерила, чтобы оценивать одно как правильное, а другое как неправильное. Мнения различаются соответственно природе индивидуальности и согласно окружающей обстановке. Они только представление и ничего более. Сейчас вы думаете о себе как об уме или теле, которые изменчивы и временны. Но вы неизменная и вечная. Это все, что вам следует знать. Никто не достигает успеха без терпеливой стойкости. Нет ни прошлого, ни будущего, существует только настоящее. И даже настоящее только воображение, ибо чувство времени является чисто умственным. Подобным образом и пространство работы ума. Поэтому рождение и перерождение, происходящее во времени и пространстве, не могут быть ничем иным, кроме как фантазией. Счастье присуще человеку и не зависит от внешних причин. Чтобы открыть клад чистого счастья, он должен постичь себя. Познайте сначала, кто вы. Это не требует чтения священных писаний или изучения наук. Это просто переживание. Состояние бытия постоянно присутствует здесь и теперь. Почему вы должны беспокоиться о будущем? Вы даже толком ничего не знаете о настоящем. Поэтому лучше позаботьтесь о настоящем, а будущее позаботится о себе само. Счастье в вашей природе. Ничего плохого в том, что вы его так желаете нет. Плохо, что ищите его снаружи, в то время как счастье у нас внутри. Успех без усилий никогда не приходит. Те, кому удалось преуспеть, сделали это благодаря своей настойчивости. Исправление себя есть исправление всего мира. Солнце просто светит. Оно никого не исправляет. Потому что когда оно сияет, весь мир наполнен светом. Преобразование себя – это способ осветить весь мир. Для медитации не существует никаких препятствий, кроме одного, самой мысли об этих препятствиях. В молчании сила. Ни одна речь не сравнится с ним. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно.